Мой доклад посвящен описанию или очень краткой характеристике одного архивного документа, посвященного истории строительства храма и возведения скульптуры Майтреи в Иванинском дацане. Я не могу его переводить ниже, нет? Презентацию я сама могу, нет? Или вы там? Нет, это у нас будет Алтана Марковна. Хорошо, да. Чем привлек меня этот документ архивный? Во-первых, прежде всего тем, что документов, материалов по истории бурятского буддизма не так уж и много, их очень мало. И более того, что он, самая наибольшая ценность вот этого материала в том, что само изображение, сама скульптура и сам храм Майтреи, к сожалению, не сохранились. Они были уничтожены в 1930 году. И вот эта рукопись «История Большого Бурхана», Большого Майдаря, была написана в 1915 году. И вот этот документ дает возможность реконструировать вот эту длительную и сложную историю создания, восстановления вот этой статуи. Ну вот одновременно с этим, когда вот я начала знакомиться с этим документом, то меня прежде всего заинтересовал вопрос, пусть сама суть культа, в чем заключается суть культа вот Будды Майтреи. Мы все знаем, что есть это Майдар Иргах, вот эти религиозные церемонии, процессии ежегодно, которые проходят. И, в общем, оказалось, что, во-первых, он восходит в древнеиндейско-буддийской традиции, которая сохранила сведения Майтреи, сохранила разные пророчества о его пришествии, которые нашли отражение в ряде древних текстов, как канонические, которые вошли и в Ганжур, и в Ганжур, так и неканонических. Изучение вот этих текстов позволяет рассмотреть историю становления и распространения его культа в разных странах. Например, Ланкастер, Льюис Ланкастер, описал очень подробно историю культа Майтрея в Бирме, в Японии, в Корее. А Мягмаш Сурен на последней конференции в 2018 году очень много говорила о традициях, о текстах, которые были составлены тибетскими и монгольскими ламами. И отличительной чертой вообще является, что Майтрея почитается во всех школах буддизма. В разных буддистских регионах он принимает присущие разные этнокультурные и этнодифференцирующие особенности, специфику. В частности, например, допустим, в Китае есть нескольких видов. Наша всем известная вот эта скульптура, вот этого полного монаха, который улыбается, одна является одной из ипостасей Майтрея. И вот, ну, общее ядро, как мы все знаем, что Майтрея, это вот он последующий чакровардин, который возродит от учения и освободит человечество от грехов и несчастья. Теперь следующий, пожалуйста. И вот, говоря о том, что вот эти появления вот этих всех, или с появлением, или с распространением культа Майтрея, получило развитие и почитание его изображений, как скульптурных, так и живописных. Но самые ранние относятся к самому раннему индийскому периоду, это скульптуры Гангхары, второму веку нашей эры. И вообще Майтрея, Майдер, изображается в нескольких формах, стоящим и сидящим. Сидящий Майтрея бывает тоже двух видов. Это первое, когда он сидит со сложенными ногами в позе лотоса, и второе, с ногами опущенными на землю, которые символизируют, что его готовность прийти, вот, ступите на помощь человечеству. Ну, первая статуя, это вот, она статуя уже Будды, изображает Будды, это вот будущие Будды. А второй, который с ногами со спущенными, он в образе Майтрея, хозяина небес Тушиты, Тушиты, Тушиты. А самой известной, так, самой известной статуей, или самой большой статой Майтрея является статуя Будды Майтрея в Лышане. Это в Синдзя-югурском автономном округе в Каэнер, высота которой равна 71 метру. Очень известной и описанной статуей Майтрея в Тибетском, в Пекине, в монастыре Юнхэгун. Это Пекин, этот бывший императорский монастырь Юнхэгун, который был поставлен в 1750 году. Она равнялась 80 метрам, это надземная часть, и уходила на 8 метров под землю. Описание Майтрея в Лавране было сделано Базаром Борадиным. Его вот в знаменитой книжке, опубликованной в библиотеке Буддика, она называется «Майтрея в золотом храме Лаврана». Вот Майтрея в Лавране строилась два года, с 788 по 1790 год. Она изображена в позе будущего Будды, то есть с ногами сидящими в позе лотоса. Она равна 80 локтям, это примерно 16-17 метров. Очень известная и близка для нас Майтрея, которая была воздвигнута в Урге в Монголии в 1834 году. Она равнялась 50 локтям, это 16 метрам, я по-моему. И эта статуя была восстановлена в 2018 году, и восстановленная статуя уже равнялась 23 метрам. Из бурятских датсанов, в бурятских датсанах было более чем из 34, вот пока официально больших датсанов, храмы Майтрея, скульптуры Майтрея были в 10 примерно храмах. И вот из них самый известный – это Цогульский, который был построен в 1897 году. Его высота равнялась 8,5 метрам. Эта статуя была восстановлена в 2013 году. По отдельным частям, там ступни и голова были возвращены из Казанского собора в 2001 году. А Анинский, о котором я буду говорить, это статуя Майтрея в Анинском датсане. Она была построена в 1797 году. Высота ее равнялась 11,5 метрам. Ну и самая последняя, поздняя – это Майтрея, воздвигнутая в Лаганском хуруле в Калмыкии. Ее высота равняется 12,5 метрам. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот здесь вот я просто несколько фотографий покажу. Это вот знаменитая статуя Майтрея в Лышане в Китае. Это вот 117 метр, 71 метр. Представляете, какая высота. И там вот по лестнице вот здесь вот идут паломники вот вокруг и спускаются здесь. Это статуя Майтрея в Монастыре Юнхыгун. Она вся позолоченная. Вы вру. Статуя Майтрея в Юнхыгуне сделана из позолоченного сандалового дерева. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Вы меня слышите, да? Да, 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 да. Еще следующее. Вот это самый крайний левый снимок. Это вот статуя Майтрея в Цугольском дацане. Она изготовлена из бронзы, позолочена и украшена драгоценными камнями. Вот здесь кораллы. Кораллы на груди. Это вот новая современная статуя в Ланбаторе, которая 23 метра, для которой сейчас уже практически завершено возведение храма, который будет заключать или консервировать, охранять эту статую. И вот знаменитая статуя я тоже в первый раз сейчас увидела и услышала, что в Лагане, в Калмыкии построена тоже вот такая статуя Майтрея. И здесь вот просто обратите внимание, там вот дальше будет описание, первое описание одного посетителя, который был на освещении вот нашего Анинского дацана, что в правой руке у него он держит цветок Майтрея. И вот все эти изображения все разные. И вот зависимости каждой, конечно, наносили в своем дацане какие-то свои отличия. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, ну и естественно, вот развитие культа, культа Майтрея, появление огромного количества скульптур и изображений, оно все способствовало появлению специального жанра в тибетно-монгольской литературе. Это двух видов пособия или руководство по освещению и оживлению статуи и других там религиозных объектов, ступ, монастырей. Там земель, дуганов и так далее. И второе, текстов, содержащих непосредственно список того, что вкладывалось в эти статуи или ступы. Вот их называли гашчик, то есть описание каталоги. Ну, о популярности, о важности ритуалов освещения свидетельствует наличие более 200 сочинений на тибетском языке, выявленных израильской исследовательницей, тибетологом Бентер. У нее выявлено, описаны все эти сочинения, 200 с лишним сочинений. И она, это была ее докторская диссертация. И обряд вот, согласно вот этим текстам, обряд освещения состоит из ряда последовательных действий обрядов и процедур освещения. Начиная с ритуалов, там каждый шаг все сопровождалось ритуалами. Начиная с ритуала выбора и спрашивания места для возведения храма, потом статуи. Затем следует обряд освещения места, далее следует очень сложный многокомпонентный обряд закладывания реликвии статуи, я вам ниже покажу, который назывался шуншук шуншиглых, который сопровождался также очень многими специальными ритуалами. И уже после завершения вот этих всех обрядов, после внедрения, выдворения статуи сначала в храм, совершался уже обряд по ее опечатыванию, начинался сам обряд рабной, вот освещение. Следующий, пожалуйста. Я не буду здесь долго останавливаться на том, как проходил вот этот обряд. Если можно, следующий покажите, пожалуйста, этот слайд. Следующий слайд, пожалуйста, ладно, а я потом переставлю немножко. Вот здесь я просто, мне пришлось сократить почти два раза, с лишним разом свой доклад, вечером и сегодня утром приготовить презентацию, потому что я как-то не думала, что можно будет сделать презентацию. И вот я просто очень кратко, вот содержание вот этого истории Большого Майдера. Это вот архивный документ на больших листах, вот чуть больше, чем формата А4, на 24 листах машинописного текста, то он представляет собой перевод со старом монгольской, со старом монгольского языка. Поскольку вот, видимо, и перепечатан уже гораздо позднее, где-то, наверное, в начале 30-х, 40-х годов. И перепечатан совершенно безграмотным человеком, который не знает русского языка, не знаком с буддистской терминологией, лексикой. И, насколько я понимаю, вот ломал ладон, диктовал. И вот само содержание, вот оно и начинается с истории. Вот история была очень длительная, она началась в 1881 году. Было принято решение о том, что собрались несколько лам, руководство Анинского датсана, решили, что для будущего, для всех, для жителей, вообще для всех, очень важно иметь Майтрея. Давайте построим такого же Майтрея, как, допустим, в Урге или других крупных монастырях. И решили, вот, и в связи с этим подали письма, несколько писем царскую администрацию с просьбой разрешить им построить дюган и возвести статую. Но ровно 10 лет они ждали, чтобы получить разрешение. И это разрешение было выданным случайно, совершенно по счастливому случаю, в связи с посещением Анинского датсана цицаревича Олаем. И вот после получения разрешения были начаты вся подготовительная работа. Прежде всего назначили 5 человек, которые были ответственны за сбор денег, которые застали по всем датсанам и по населению Холинского и Кижингинского районов. И начали готовить чертежи, были специальные астрологи, художники, которые делали проект. И во время, и тоже все время, несколько раз менялось. Сначала они были, заготовили дерево. После решили, что давайте сделаем, изготовим ее из медиа, изготовим в Доланоре, в Китае, как все остальные самые крупные эти вот скульптуры. И поэтому, уже собрав деньги, огромную по тем временам сумму, в 1996 году делегация из 6 человек весной выехала в Доланор через Ургу. И здесь вот очень интересно, чем интересен вот этот документ, что в нем есть много таких вещей, которые немножко на уровне преданий. Отличают их вот эти от таких сухих, вот этих историй религий Чоджинов или таких религиозных сочинений. Допустим, Базара Бородина, он опубликовал этот текст. Он очень скучный, потому что там не история, а просто вот идет гарчик. А здесь вот он описывает, как они шли, как они, допустим, в местности Дариганга, которая славилась всякими бандитами, хулиганами, которые грабили всех попутчиков, попутных людей, которые шли по этому тракту, которые знали, что они везут деньги. Они хотели их обворовать. Ну, и вот тут они были вынуждены, сами ламы начали советоваться, что же нам делать. Или мы отдадим им без боя деньги, которые народ собирал, и останемся без денег и без статуи. Или, с другой стороны, пожертвуем своими обетами, там, не убей, и вступим с ними в борьбу. И тут они решили, пошли на уловку. У них в делегации был один известный охотник, там даже имя его упоминается. И этот охотник решил им показать свое умение и выстрелил из лука высоко-высоко летящего орла и подстрелил ее. Когда увидели, вот эти бандиты-разбойники, увидели вот это его способности, вот эта группа, что они такие охотники умелые, они отступили. И вот таких вот бытовых моментов очень много вот в этом документе, чем он и привлек-то меня. И потом они договорились, они приехали весной и договорились, там платили деньги, там следили три человека обязательно, каждый день выходил. Там от 30 до 100 человек вот в этой китайской мастерской выделяли, каждый день выходили на эти работы, которые велись по изготовлению этой статуи. А вот эта мастерская Юнг Хэ Ин Тунжан, это одна из самых известных в Китае мастерских, где изготовлялись самые большие статуи для Тибета, для Монголии. И вот в этой же мастерской были изготовлены тоже вот ургинские предыдущие вот старые майтрея. И вот они вот по заказу, по договору, заказ был выполнен 22-го числа последнего осеннего месяца. И вот для того, чтобы радовать, чтобы эти рабочие работали с удовольствием, бурят и вот за этих собранных денег раз в неделю, в конце недели, каждому строителю выдавали там небольшую сумму денег. И вот их, что называется, тоже задабривали. И вот они выехали, это вот где-то октябрь, конец октября, на 80 верблюдах. И на 72 верблюдах везли части, вот медные части вот этой статуи Майтрея. На 8 оставшихся верблюдах вот с телегами везли чай. И здесь тоже есть очень много интересного, допустим, немножко такого легенда, предания, что когда вот этот караван, вот этот большой Тумен-Джин шел по пути, и вот этот верблюд, на котором везли голову Майтрея с головой, он начал отставать. Но это же нельзя, чтобы верблюд с головой шел в конце, плелся. И они решили узнать, в чем дело-то, и обратились к астрологу. Астролог им сказал, что давайте-ка вы эту телегу, верблюда с телегой, с головой поставьте первым. Ну вот эти караванчики так и сделали наши буряты, и с тех пор проблем не было. Этот караван с телегой с головой шел первым. И вот потом они вот на 38-й день, уже зимой, они прибыли в Ургу. И в Урге они начали собираться, и вот уже к этому времени буряты, собрав деньги, и вот они приехали в начале 97-го года, и из Анинского датсана приехало уже 20 человек на 42 телегах. В телегах это практически, как они их везли, я не знаю, 20 человек. Видимо, кого-то они еще нанимали, потому что на лошадях уже везли. И вот далее вот в этом тексте, ну вот уже в документе описывается, как проходила торжественная встреча в Датсане, и очень подробные сведения о строительстве храма для Майтрея. Там вы дальше увидите, там это все шло, все шло, сопровождалось ритуалами. И вот большую часть, потому что цель этого документа, как пишет вот Лама, автор вот этого сочиня Лама, Ладон, он пишет описание религии, которые были вложены вот в эту статую. И далее идет описание церемонии освещения статуи. Она оказывается, церемония освещения статуи проходит в два этапа. И вот первый этап, он был где-то в октябре, в начале октября 1997 года. Первый этап оказывается, называется малый равной, малое освещение. А он заключался в том, что оживляли его душу, обряд оживления глаз. Рисовали глаза, и когда уже были нарисованы глаза, и сопровождалось это тоже особыми обрядами, считалось, что статуя получила уже жизнь. И через месяц уже произошли официальные последние церемонии освещения рамной, и сопровождавшиеся огромными торжествами по случаю освещения, на котором были до 10 тысяч лам из окрестов датсанов, и более там проводили конные скачки, борьба и так далее. И дальше следующие, предыдущие, по-моему. А вот следующие теперь, которые вот, там картинки были, вот, нет, а вот. И вот чтобы вот посмотреть, что вот эта традиция, как проходило вот это освещение, и которое здесь вот описано в этом документе. Давай я что-то за временем не смотрю. Есть у меня еще, по-моему, время? Есть время у нас, времени как раз. Спасибо большое. И вот это вот, я хочу показать, вот этот, сейчас вот у нас новые, заново возрождаются, построены статуи Майтрея в Цугольском датсане, в Агинском датсане, в Улан-Баттаре, в вашем датсане. И вот как эта вся процедура проходила. Вот это то, что бронзово, это все бронзовые части. Если в Агинском датсане привозили тоже из Золонора, и тоже привозили, но там она была всего семь частей, а в Агинском датсане там было больше частей, потому что, если судить, что 72 верблюда было. И вот эти медные части, они собирались, клепались. Но перед тем, как их все соединить, вот вставлялась вот эта стержи жизни, называется, струкшн, струкшн, древо жизни. Вот эта струкшн, она устанавливалась на постаменте, на сидении, на троне, и вот упиралась в голову. Вот в этом документе, в истории, тоже очень подробно описано, как они в лесу, целая делегация ходила по лесу, выбирала определенные высоты, вот эта лиственница, которая не портится, не гниет. И как они ее срезали, как они ее везли, все эти... Просили разрешения у хозяев духа, как ее, чтобы разрешение снять это дерево. И сушили несколько лет. Они начали ее сушить лет за пять, а уже потом, когда везли эту статую, и вот это тоже все сопровождалось вот этими всеми обрядами. И вот каждая часть отдельная, вот здесь все описано, в каждую часть вот этой статуи вкладывались определенные, в определенные иерархии книги, всевозможные религии, части одежды святых, земли священные, там с Ганга, вода с Ганга, с тибетских гор священных. Потом вот чай, рис, благовонные травы собирались, сушились много лет, потому что они обладают бактерицидным свойством. Вот эти все книги, все то, что все вкладывалось, они все перекладывались вот этими травами ажца. Потом массу ходаков, массу вот это саца, потом маленькие скульптуры. Вот это все описание, там более 10-15 листов только в этом документе. Поэтому я не буду на этом закладывать. Отдельно идет укладка материалов, реликвий в постамент. Потом в ноги, в ноги, потом в пупок, потом в грудь, потом в сердце и последнюю очередь в голову, в руки там. И все это расписано, сколько текстов. Очень много, где-то сотни тысяч текстов. В Ванинском дацане был вложен вовнутрь один комплект нартанского тибетского ганжура, за которым ездили в Ургу. Оказывается, в Урге там в то время был очень крупный центр торговли тибетских лам всевозможными религиозными предметами, реликвиями. Потому что центр, знаете, какой центр был в Гандане или в Зунхуре. И оттуда очень много привезли, пожертвовали там Богдэхан, Богдэгэгэн. Все святые римпачи жертвовали свои деньги. Очень много серебра, золота. И часть потом положили в защите, уже зная, что возможно, Шамбаламидэн. Там были вложены всевозможные ружья, ножи, пики. Не так много списка, здесь все описывается. И вот это то, что там внизу в постаменте, это в нижней части были ружья, послужило поводом и причиной разрушить 30-е годы вот эту статуи. Потому что, пожалуй, одного из наших, не наших ли, комсомольских реактивных, это очень активных безбожников, было донесение, что готовится контрреволюционный заговор, и все эти оружия, пистолеты, все это хранится внизу в постаменте. В связи с этим была разрушена, разбита с той стороны часть вот этого постамента, и оттуда были обнаружены вот эти части. Потом просто в следующей работе, там, с лечением, что написано в тексте нашем, что было обнаружено в архивном документе, здесь сохранились архивные документы в нашем Национальном архиве Санкт-Петербурга. И вот эта часть книг, которые положили, это только часть. И, в общем, вот эти в Иванинском датане, точно так же, как здесь, все эти собирались практически в священной реликвии, но со всех буддистских стран, которые все, в частности, с Индией, Непала, Китая, Бурятия и Монголия. Ну вот пока вот это то, что я, вот основная часть. И вот я хотела сразу перейти к заключению. Вот и заключение. И вот, судя от содержания этого текста, что существовал официально вот этот тибетоязычный текст, конкретно только Гарчик описание вот этих вещей, которые реликвии были вкладываемы вот в эту статую. И вот свидетельство о том, что бурятские ламы были знакомы с текстами индо-тибета-монгольской традиции освящения религиозных объектов, исследовали всем правилам и последовательности совершения всех ритуалов. Хотя список некоторых предметов, вкладываемых во внутрь статы, мог незначительно варьироваться в зависимости от региональных и временных обстоятельств. Я разговаривала с нашими ламами, вот Агинского датца, на том, что посылала им в этот текст, и спрашивала, что они вкладывали в современную статую Майтрей, когда они делали в 2014 году. Они сказали, конечно, то, что описание, которое идет в Ванинском Майдере, оно намного больше и богаче. Часть вещей, текстов они просто не нашли. Но в любом случае основное, вот все эти тексты, культа Майтреи и прочее, они сохранили. Но вот это все действительно зависит от времени, от обстоятельств. Также это сочинение свидетельствует о том, что тексты, связанные с освящением, были предназначены только для лам-ритуалистов, которые специально знали и изучивали тексты наизусть. Так вот, Лама Ладон даже через 18 лет, в 1915 году, смог воспроизвести по памяти огромный список вкладываемых в сочинениях, предметов и изображений. И говоря при этом, неоднократно причем, что поскольку Гарчик был утерян, он воспроизвел список всех предметов по памяти, поэтому он мог не все упомянуть. И при этом он рассказывает пожелание, что если когда-нибудь этот Гарчик будет найден, то он потом, вот это то, что его вот эту историю, можно будет дополнить, что там он мог еще упустить. И вот в заключе я хочу сказать, что вот это мероприятие по строительству, по возведению статуи Майтрея, это была грандиозная акция и мероприятие, не только местного, регионального значения, не только для своего времени, но даже и по современным масштабам она удивляет своими масштабами, помощью людей, организованностью людей. Ну и естественно, прежде всего, насколько сильна была вера в учение, о чем можно вот судить по содержанию рассматриваемого документа. Ну, я уже вначале говорила, ценность описанного архивного документа заключается в том, что благодаря ему сохранились уникальные сведения о безвозвратно утраченном памятнике буддистской архитектуры и о его живописи, или искусстве, скульптуре, и о его роли в жизни бурят. Я вот тут упустила всего два упоминания, которые были сделаны в 1897 году христианским православным миссионером Стуковым. Вот он присутствовал на освещении этой скульптуры. И в 1927 году наши два ученые во время экспедиции описывали вот эту статую Майтрея и посетовали, что из-за темноты в храме они не смогли ни зарисовать, ни сделать фотографии. Но вот тем не менее, я надеюсь, может быть, где-нибудь, когда-нибудь тоже изображение вот этой скульптуры может быть, будет найдено. Но вот этот документ я вообще готовлю к публикации, но очень сложно, потому что там невозможно. Вот я уже говорила, ламы-ритуалисты. Для них, они же все длинное название тибетское, они все целиком не заучивали, они заучивали и говорили, могли только первые два-три слова. И то, вот, который этот документ, знаете, в бурятском произношении, этот, бурятское произношение на бурятском языке записано русскими словами. Это очень сложно. Часть сочинений я с помощью вот агинских лам смогла восстановить, часть надо еще здесь работать. Но вот на будущий год, я надеюсь, что этот документ, ну, будет опубликован. Все, спасибо за внимание. Спасибо вам, Санжет Кургуль. Это был такой интересный доклад, ну, просто великолепный доклад. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Да, я тоже. Да, у меня есть вопросы. Любаш Белко, доктор. Пожалуйста, добрый день. Добрый день. У вас вопросы. Да, спасибо. Здравствуйте. 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 Большое спасибо за очень много клад. Если я помню хорошо, там были три экспедиции в Анинский Датсан. Первая где-то в 20-х годах Мердигеев и Дамбинов, они не смогли сделать фотографию. Было в 36-м году, это была ликвидация, комиссия для ликвидации. Это из Москвы. Московские письки. Да, из Москвы. Здесь протокол. Тоже не сделали фотографию, думаю. Да, не сделали, к сожалению. А третя была в 39-м, это была комплексная экспедиция про, как сказать, сохранение экспонатов и так далее. Это было академик О. Ю. Шмидт. И Залкин написал про статую, я цитировать не буду, не буду, но вопрос такой, если это третья экспедиция сделала фотографию. К сожалению. К сожалению, третья экспедиция в фотографии не осталась. Они описали все эти безобразия, которые творились в Анинском Датсане, но без фотографий тоже. Спасибо. Не за что. Я вашу книжку читал про Майтрей. Спасибо. Симжит Пургон, скажите, пожалуйста. Кто-то разговаривает. Можно спросить. Значит, вот такие памятники, описания ритуалов, они у вас не сохранились, да, в вашем хранилище в Эмбите? Я думаю, что на тибетском языке они есть. Я просто тибетским не занималась этим источником. Большой из двухсот сочинений, он опубликованный, есть. Но более того, когда монгольские ламы, там в том Бернтон, она дала только названия тибетских авторов, вот эти тексты освещения. А монгольские авторы, монгольские, вот Мягмош Сурен и еще второй лама, вот из этого же Зунхуре, вот из Дашчо Линхида, они привели список тибетских сочинений. Очень интересно. Эти списки, тексты есть. У нас, я просто не занималась поиском этни у нас в фондах, но я думаю, что они должны быть. Древо жизни, оно на бурятском есть какой-то другой термин, кроме цукшина тибетского термина? Вот это вот древо, на который, там не упоминается в вашем документе? Амин, 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 вот это. Срок шен там написано и все. Да, там по-древески, да. Хорошо. И сколько же стоимость, какова была стоимость, там не упоминается, сколько же стоил все это? Упоминается. Собрали, знаете, так насколько я питалась, там сколько-то лан серебра, тысяч лан серебра, они увезли. Так, я вам сейчас, вот пока вы, я посмотрю, хорошо. Хорошо, спасибо большое. Сейчас это у меня. И как-то вот там тоже вот. Я потом в чате напишу сбоку, посмотрю, сколько там сказано. А еще вопрос. А еще вопрос. Ой, Елизавета Петровна? Да. И Светлана Гарьевна? Да, тут не то, что... И Светлана Гарьевна. Да, да, да. Светлана Гарьевна. Да, у меня вопрос простой, я хотела бы узнать. Вообще-то вот, значит, сборки этой статуи. Да. А в описании вы идете снизу от подножия и как бы накладываются все эти слои вложений. Интересно, как все это на самом деле было. В принципе, наверное, снизу было бы легче все это складывать. Снизу легче, да. Для устойчивости. И завершать головой. Да. А потом еще там определенные ритуалы, вот, допустим, вот статуи осветили, уже опечатали, все. И уже в последний момент уже на храме, на самом Айтрее устанавливался ганжир. А работа сама долонорская, да? Да, долонорская. ее сделала. Долонора. То есть... Долонорская. 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 Ага. Всех установленных. Тюрьмое завозили из Долонора. Долонора. Часть в Орангое делали, поскольку там орангойские вот эти мастера, они были мастера по дереву, орангойский майдарь был из дерева. Понятно. Ну, вот это очень интересно. Ось Древа Мира, она, в общем-то, устанавливается сначала, а потом вокруг нее все это собирается. Там ярусами. Да, ярусами. Вот это ярусное наполнение. Спасибо большое. Цымжист. Будет интересный доклад. Вот. Спасибо. Изя Петровна, мне смс-ка пришла. В общем, передают телефон Нармаева Бадмыма Рхаджиевича. Может быть, это что-то надо? Нарма Рхаджиевича. Да. Я не в курсе. Вот этот телефон. Она просит его передать организаторам конкуренции. Она просит его передать. Хорошо, пришлите, пожалуйста. У нас еще вопросы. Хорошо, пришлите, пожалуйста. У нас еще вопросы у Алтана. Хорошо. Цымжит Пурбуевна, здравствуйте. Здравствуйте. Цымжит Пурбуевна, здравствуйте. Большое спасибо за ваш доклад. Очень интересный. Вот у меня вопрос. Скажите, в этом документе вы анализируете. Не слышу. Не слышу. Слышно меня? Вот сейчас слышу. Сейчас появилось. Да, да. Цымжит Пурбовна еще раз. Скажите, пожалуйста, а в этом документе, который вы анализировали, было ли что-то? Выключите лучше здесь. Так, еще раз. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, в этом документе, который вы анализировали, было ли что-то сказано было ли что-то сказано об участии мирянов в церемонии освящения статуи? Ну, естественно, церемонии освящения проводили, конечно, сами ламы. А миряне, которые принимали участие там уже во всех подготовительных работах, там участвовал огромный комплекс людей, начиная от поваров, от партнеров, которые шили, которые привозили мясо, плотники, строители, медники. Вот эти все, что называется, просветские люди, они, конечно, присутствовали во время этого молебна. А молебен около тысячи лам. И более сразу было собрано 30 тысяч лан серебра. А потом еще дополнительно собирали, посылали делегацию. 30 тысяч лан. Спасибо. Спасибо. Спасибо.